Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева. Смотрите сегодня в выпуске. Дроны будут использовать для раздачи 5G. Об этом и не только в ближайшие минуты. Первый модуль будущей российской орбитальной станции начнут готовить к запуску. Как передает РИА Новости, команда не будет дожидаться эскизного проекта РОС. Подготовка к запуску научно-энергетического модуля начнется в ближайшее время. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил, что для этого потребуется дополнительный модуль, который будет удерживать НЭМ на орбите. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые геродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно. Роскосмос отмечает, что научно-энергетический комплекс находится в высокой степени готовности и в 2024-2025 годах мог бы отправиться на МКС. Но вместо этого на основе данного модуля начнут строить отдельную российскую орбитальную служебную станцию. Разработкой ее эскизного проекта сейчас занимается корпорация «Энергия». Ранее Рогозин отметил, что станция будет полностью автоматической, а экипаж будет необходим лишь для обслуживания аппаратуры. Российский ноутбук на отечественном микропроцессоре выпустят в ближайшие месяцы. Омская компания Prombit готова запустить в предсерийное производство ноутбук BitBlast Titan BM-15, сообщают РИА Новости. Примечательно, что этот компьютер будет работать на восьмиядерном российском процессоре Baikal M. Ноутбук также получил IPS-экран с разрешением Full HD и диагональю 15,6 дюйма, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Устройство будет работать с Wi-Fi и Bluetooth. Его оснастят разъемом USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ45 и аудиоджеком. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч. Ноутбуки с похожими характеристиками сегодня на российском рынке стартуют от 65 тысяч рублей. А вот российский ноутбук производитель оценил в 100-120 тысяч рублей. Высокая стоимость делает его непривлекательным для массового покупателя, но на него продукт и не рассчитан. Основными потребителями станут государственные структуры, которые сегодня не могут закупать импортную технику. С тем, что данные ноутбуки не появятся на прилавках магазинов, согласен и IT-обозреватель российской газеты Олег Капранов. В интервью Business FM он отметил, что процессоры Baikal, на которых будут работать новые ноутбуки, выпускаются небольшими партиями, а мелкосерийное производство – это всегда дорого. Отсюда и высокая стоимость компьютеров, хотя на рынке присутствуют и более дорогие модели. Первая партия ноутбуков Bitblaze Titan BM-15, которая будет собрана в ближайшие месяцы, включает около 1000 машин. Дроны начнут использовать для раздачи 5G во время стихийных бедствий. Глобальное потепление привозит к более частым ураганам, наводнениям и лесным пожарам. Во время бедствия вышки связи могут быть уничтожены или выведены из строя. В таком случае люди остаются без связи. Проблему могут решить дроны. Стабилизируя соединения, они увеличивают шансы людей на выживание в чрезвычайной ситуации. По такой же схеме для восстановления связи в зонах бедствия уже используются грузовики. Дроны же могут увеличить зону покрытия, а используя сверхскоростную сеть 5G, они станут еще более эффективными. Американская компания AT&T готовит к выпуску коптеры, которые смогут раздавать 5G. В своем первом летном тесте паря на высоте 90 метров такой аппарат смог покрыть сигналом территорию площадью около 26 квадратных километров. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин